Познакомлю вас с одним из ранних постановлений правительства Оно относится и дополняет жилищный кодекс России Здесь надо быть очень внимательным В жилищном кодексе обязательно присутствуют еще подзаконные постановления Которые продолжают и дополняют в данном случае это постановление правительства И с ними тоже нужно всегда быть ориентированным И тоже их почитывать периодически Постановление еще вышло в 2013 году Это номер 290 Опять же к описанию к видео я вам распишу основные моменты Это относится именно к многоквартирным домам Все подсказки, все основные статьи будут указаны в описании к видео И вы сможете самостоятельно перепроверить все вышезачитанное и сказанное Постановление правительства относится ко всем жилым домам во всех районах России Или мы берем для примера Белгородскую область Там где есть управляющая компания Обычно в большинстве случаев дом управляется управляющей компанией На основании договора управления И в обязательном порядке там присутствует определенный минимальный перечень услуг Который требуется для надлежащего состояния дома И благополучного проживания и комфорта его жильцов Я его сейчас вам зачитаю Что здесь сказано И это как раз постановление говорит нам о тарифе на содержание ремонт Какие работы проводятся и какие именно работы по управлению домом Должны быть проведены в обязательном порядке То есть это постановление Мимо мы не можем пройти него Оно действует в настоящее время Постановление от 3 апреля 2013 года Номер 290 О минимальном перечне услуг и работ Необходимых для обеспечения надлежащего содержания Общего имущества на квартирном доме И порядке их оказания и выполнения Здесь именно все подробно расписано И к чему постановление правительства прикрепляется Оно прикрепляется к 161 статье ЖК Это выбор способа управления Многоквартирным домом И общее требование к деятельности По управлению многоквартирным домом Пункт 1.2 нам говорит о составе Минимального перечня Необходимых для обеспечения Надлежащего содержания общего имущества На квартирном доме Услуг и работ Порядок их оказания и выполнения Устанавливается по правительству РФ Вот оно продолжается постановлением правительства 290 именно к этой статье В соответствии с частью 1.2 ст. 161 ЖК Здесь очень внимательно надо быть Что это продолжение Правительство РФ постановляет Что нужно утвердить минимальный перечень услуг и работ Необходимых для обеспечения Надлежащего содержания общего имущества На квартирном доме И правила оказания услуг и выполнения работ Необходимых для обеспечения Надлежащего содержания Общего имущества на квартирном доме Все эти работы Они расписываются в договоре управления С управляющей компанией Которой заключают собственники И подписывают Там тоже есть табличка в договоре управления, какие работы выполняются, их периодичность и как раз из этих работ складывается тариф на содержание и управление общим имуществом, которое обязательно по жилищному кодексу и постановление правительства, оно более конкретизирует далее эти работы, какие должны быть именно в обязательном порядке. Вот как раз это сказано, что правила применяются правоотношением, вытекающих из договоров управления на квартирном доме и договоров оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества на квартирном доме, возникших после дня вступления в силу настоящего постановления. И идет перечисление, то есть работы для надлежащего содержания несущих конструкций, это фундаменты, перегородки, внутренние отделки, полы на квартирных домах. Проверка вертикальной планировки вокруг здания, устранение нарушений, проверка технического состояния видимых частей конструкции, и выявление усадок фундамента, коррозии арматуры, трещин, выпучивания, поражения гнилью деревянных оснований и домах. И здесь обязательно в порядке тогда разработка мероприятий по устранению нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкции. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений восстановления их работоспособности. Определение документально фиксирования температуры, вечно мерзлых грунтов для фундаментов, в условиях вечно мерзлых грунтов. Это для районов Крайнего Севера. Также выполняются работы в зданиях подвалами. Это в основном пятиэтажные дома. Здесь проходит проверку температуры, влажности помещений, состояния входа в подвал. Исключение подтоплений, захламлений, загромождений, контроль за состоянием дверей подвалов. Работы выполнения для надлежащего содержания стен. Тоже здесь исследования кладки кирпичной, наличие трещин, выветривания. Также и в деревянных домах тоже присутствуют работы. В случае выявления это составление планов мероприятий по восстановлению проектных условий эксплуатации. Работы для перекрытий и покрытий на квартирных домах. То есть здесь это с перекрытиями выполняется состояние утеплителя, гидроизоляции, звукоизоляции. И опять же при разрушениях происходят восстановительные работы. Также работы выполняются для колонны столбов на квартирных домах. Это современные дома, высотки. Там есть такие архитектурные решения. Например, в Белгороде много их. По улице Богдана Хмельницкого встречались. То есть там целые несущие колонны присутствуют. Работы в целях содержания балок, перекрытий и покрытий на квартирных домах. То есть выявление увлажнения, загнивания деревянных балок, утепления, разрывов, надрывов древесины. Это изрубленных домов, которые обычно на северах тоже встречаются. Работы, выполняемые для содержания крыш многоквартирных домов. Проверка кровли на отсутствие протечек. Проверка защитных бетонных плит и ограждений. Фильтрующие способности дренирующего слоя. Проверка температурного режима на чердаке. Контроль состояния оборудования, предотвращение образования наледей сосудек. Осмотр потолков верхних этажей домов с крышами. При необходимости очистка кровли и водоотведения от мусора, грязи, чтобы чистые были стоки. От скопления снега, наледи. Работы у лестниц проводятся. Здесь обычно штукатурятся, покраски проводятся в домах, если уже со стенами какие-то вопросы. Работы для содержания фасада. Здесь это отделки фасадов. Контроль подсветки, информационных знаков, входов, подъезды. Замена, если повреждены элементы крыльца над входами здания, подвалах. Далее еще есть работы для содержания перегородок на квартирных домах. Звукоизоляция здесь проверяется. Работы внутренней отделки. Работы по содержанию полов, относящихся к общему имуществу. Это основание, поверхностный слой и система вентиляции для деревянных полов. Работы по оконным и дверным заполнениям помещений. Тоже это к общему имуществу относится. Работы с оборудованием и систем инженерных. Это второй раздел. В многоэтажках, обычно от 9 этажей, там находятся мусоропроводы. Здесь тоже выполняются работы. Это работоспособность элементов мусоропроводов, засоры, устранение, чистки, дезинфекция. Потому что там контейнеры находятся в самом низу подъезда, и оттуда весь мусор скидывается в мусоропровод. В пятиэтажках есть специальные места для накопления мусора, где приезжает машина, а уже с контейнеров вывозит. Работы по содержанию системы вентиляции. Это техническое отслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции. Проверка утепления чердаков, плотности закрытия. Общие работы по системе водоснабжения, отопления, водоотведения. Это занимаются слесари. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды. И если что-то происходит, то обязательно незамедлительное восстановление системы отопления, водоснабжения. Контроль и замена неисправных приборов учета. Восстановление работоспособности оборудования, отопительных приборов. Тоже к общему имуществу относится отопление. Именно на квартирных домах на данный момент отопление подается по стойкам. И в основном находятся все котельные в подвалах. Промывка водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ. Работы также проводятся по системе теплоснабжения, испытания на прочность узлов вода и систем отопления, промывка, регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. То есть теплоснабжение, например, в Белгородской области, оно в основном централизовано. Работы по электрооборудованию проводятся также. Обеспечение сохранности коллективного общедомового прибора учёта электрической энергии. Тоже он установлен в общем имуществе на квартирную дом. Работы по содержанию систем газового оборудования. Это проверка состояния системы, организация технического обслуживания. Вот для многоэтажек и высоток это работы по содержанию и ремонту лифтов. То есть здесь обязательно диспетчерская будет и диспетчерская связь именно. Проведение осмотров технического обслуживания лифтов и проведение аварийного обслуживания лифтов. Если вот в общих чертах, тут ещё есть это работы по уборке внутри подъезда. Уборка тамбуров, холов, коридоров, лифтовых площадок, влажная поворотирка подоконников, мытьё окон, проведение дезинфекции, диротизации. Также возле дома есть семейный участок обязательно, там занимаются благоустройством, озеленением, за цветочками следят, подметают. Очистка крышек, люков, колодцев, очистка придомовой территории от снега. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, их промывка, уборка крыльца и площадки перед ходом подъезд. И работы по содержанию в тёплый период, подметание и уборка, выкашивание газонов, прочистка ливнёвок, уборка крыльца. Работы по организации накопления твёрдых коммунальных отходов, уборка мест погрузки именно здесь, у твёрдых коммунальных отходов. Для пятиэтажек как раз специальные отведённые места с контейнерами, где выносят жильцы мусор. Организация накопления отходов, передача в организации имеющей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обрабовке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Ну это вот, например, ртутные лампы. Вот ещё такой момент, что по решению собственников может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнению работ. И вот в заключении постановления есть как раз для договора управления именно такая табличка, какие работы проводятся, периодичность выполнения работ, годовая оплата и стоимость одного квадратного метра общей площади рублей в месяц. Договор управления мы рассматривали в более раннем видео, так оно и называется, тематическое видео, договор управления в новоквартирным домом. В качестве вывода, что стоит сказать, что обязательно в порядке обращайте внимание на связки именно с постановлениями правительства, которые действуют для жилищного кодекса. В различных статьях вы именно встретите данные продолжения и обязательно с ними ознакомливайтесь и проверяйте, перепроверяйте всё вышесказанное в данном видео. И обязательно прочитайте данное постановление, оно тоже вам расскажет о многих моментах. А так мы именно затронули вкратце и просто процитировали именно необходимый перечень работ, который обязательно будет в каждом квартирном доме.